Соответственно, кратко про нас, нашу компанию, чем занимаемся. В первую очередь это IT-аутсорсинг, разработка на заказ. Сейчас последние лет уже 6-7 какие-то элементы задействовали машинного обучения в определенных проектах. И сейчас у всех на слуху развитие искусственного интеллекта, то, как это можно применять в бизнесе, но не все еще понимают, как это задействовать у себя. Но, соответственно, поскольку искусственный интеллект развивается очень быстро, буквально последний год-полтора начали появляться такие области применения, которые просто невозможны были еще буквально за несколько лет до этого. Из ярких примеров, если брать глобально по всему миру, где самые большие в денежном выражении суммы ценности, скажем так, посчитанной для искусственного интеллекта. Аналитики посчитали, что у нас в приоритете это обнаружение и предотвращение аварий на дорогах. Ну, не каждого бизнеса это касается, но здесь применяется активно машинное зрение, machine learning, обучение машинное. И, соответственно, еще лет 10 назад были стартапы формата «Мы с камерой проедемся по городу и определим, что где происходит» или формата «Мы определили, что произошло какое-то столкновение дороги и можем об этом повестить». И внедрялись программы формата «Безопасные дороги», «Умный город» и так далее. Сейчас, благодаря новым алгоритмам, технологиям, подходам и росту скорости вообще железа, у нас масса появляется новых возможностей для того, чтобы эти вопросы решить. Соответственно, распознание статических изображений, что имеется в виду? Искусственный интеллект определяет объекты, людей, текст, все, что касается и безопасности, и распознавания, умные фабрики, в которых камера может определить, какой объект на конвейере, как лежит, есть ли какой-то брак и так далее. Опять же, это было еще в зачастую состоянии лет 10 назад. Сейчас уровень искусственного интеллекта позволяет определить определенные вещи визуально лучше, чем человек. И это тот прорыв, который влияет на бизнесы вообще в различных отраслях. Буквально каждый оказывается затронут сейчас этими изменениями. Обработка данных пациентов, понятно, что касается медицины, медленно двигается внедрение, но технологии позволяют решить много задач. И за счет того, что действительно распознание образов, изображений позволяет определить такие вещи, которые сложно определить даже человеку, действительно экспертные эти системы начинают погонять даже самых крутых, ну, скажем так, ученых, докторов и так далее в определенных областях. Это не значит, что они заменяют людей, это значит, что они дополняют, помогают быстрее или более точно определить, поставить диагноз, помочь индивидуальный подход подобрать к лечению. Разработка алгоритмов торговых стратегий. Я тут, думаю, подробнее буду затрагивать, потому что это такая хайповая область, не будем в нее глубоко лезть, но там есть действительно ценность также. Продуктивное обслуживание, если кратко, это предсказать и понять, в чем потребность клиента и, соответственно, правительство обслуживания. Киберпрезопасность и предотвращение угроз. Ну, тут, я думаю, тоже достаточно понятно. Ну, перспективы развития большие за счет новых технологий. И по текущему анализу восприятия организаций и лидеров, как вообще бизнесмены, топ каких-то менеджеров крупных компаний воспринимают искусственный интеллект, последний буквально в этом году. 71% собственников считают, что искусственный интеллект и машинное обучение позволяют повышать конкурентоспособность, в первую очередь. Дальше у нас в топе это и искусственный интеллект для запуска новых бизнес-направлений с помощью данных. Тут очень активно задействуется подход, когда мы собираем очень много данных по трендам, аналитике, что происходит на рынке, по данным внутри компании во всех базах. Как там от 1С до каждой табличка, все-все собирается, все срезы. И появляется за счет вот этой анализа данных, статистики и сложного глубокого обучения нейронных сетей, инсайты о таких вещах, которые человеку очень сложно было бы извлечь. Даже люди с очень большой экспертизой, большим опытом в отрасли не могут уследить за всеми изменениями, которые происходят внутри организации, во внешнем контуре организации, вокруг конкурентов, клиентов и так далее. Здесь за счет того, что железо быстрее, можно посчитать и в формате статистики, в формате каких-то нейронных сетей, очень много всего одновременно и определить, какой продукт будет пользоваться спросом, что изменить в продуктах, что изменить в стратегиях, подходах и так далее. То есть это можно динамично встраивать стратегию и принимать решения, которые было бы сложно принять в таком динамичном формате или вообще никто из управленческой команды, скажем, не заметил бы какие-то изменения на рынке и, соответственно, компания могла бы банкротиться, пропустить какой-то выход нового игрока на рынок и так далее. Ну и ниже тут в общих чертах мнение собственников в среднем, что это важная часть бизнеса, которую нужно сейчас развивать. И тут сложно поспорить, так как когда мы оцифровываем наши процессы, ими легче управлять, если у нас масштаб больше, это позволяет нам получить больше результатов. На двух-трех людях, допустим, какая-то небольшая группа, легко лидеру, скажем, понять, что и как сделать в команде, когда у нас речь о тысячах людей, десятках тысяч, заводы, цепочки производственные, у нас, соответственно, много возникает нюансов, которые сложно посчитать человеку. Это, грубо говоря, так же, как развитие. Или ты пытаешься руками копать, у тебя появился лопата, у тебя появился экскаватор. Так же здесь у тебя есть, ну, только твой мозг, дальше у тебя есть какой-то калькулятор, дальше Excel, и дальше у тебя нейронки позволяют считать в реальном времени и помогать принимать решения быстро. Основные преимущества, которые выделяют сейчас, тут мы оставимся на данных крупных консантовых фирм, но это только часть того, что всплывает на поверхность, на самом деле применение еще масса, и мы об этом еще поговорим. Здесь у нас отмечается упрощение работы и повышение эффективности. В некоторых отраслях получаем плюс 56% прироста эффективности, если правильно подключить, уже сейчас. И нет в динамике сейчас какого-то уменьшения, то есть пока это подрастающее идет. Ну, соответственно, это зависит от вида работы. Понятное дело, что какие-то задачи сложно автоматизировать, какие-то просто, но текущий момент, исторический такой, можно сказать, преломный, в том, что буквально последние пару лет появились технологии, которые позволяют решать какие-то сложные экспертные задачи на уровне действительно почти как человек, чуть выше человека, и какие-то определенные узкие направления лучше человека однозначно. Ну и позволяет искусственный телек перейти к новым проектам. Понятно, что больше мы видим возможности, новые инновационные проекты. То, что раньше делалось вручную, сейчас мы можем или в большем масштабе, или лучше делать. Соответственно, это позволяет новые продукты запускать, новые направления бизнеса. И то, что касается обеспечения защиты бизнеса на будущее, это поразумевает, что все будут это менять, и мы уже находимся в этой гонке. Даже если мы не хотим участвовать, не хотим закрыться в лесу и не внедрять нигде искусственный интеллект, наши конкуренты не остановятся, они будут добавлять всю возможную автоматизацию искусственный интеллект для повышения эффективности их бизнеса, и выдавливать, соответственно, с рынка тех, кто не готов добавлять новые подходы. А клиенты, соответственно, могут привыкать уже к новому уровню сервиса, к новому уровню качества продуктов, к тому, как адаптируют продукты под конкретный запрос. И, соответственно, потребительский спрос будет тоже меняться в этом меняющемся мире. Надо успевать, соответствовать, идти в ногу со временем. Понятно, что все одновременно инициативы не запустишь, все одновременно не автоматизируешь. Тут, опять же, нужен стратегический подход по приоритетам, но, тем не менее, остановиться и забыть здесь будет сложно. По использованию искусственного интеллекта для анализа данных принятия решений здесь выделяет возможность буквально в последние годы, которые появилось, использовать искусственный интеллект в принятии решений. Почему именно в последние годы? Раньше, буквально лет 10 назад, компьютер мог посчитать очень быстро, очень сложные вещи и помогал принимать решения в формате, посчитать в Excel и быстрее понять какую-то динамику чего-то. Но это было неполноценное принятие решения. Это не возможность доверить компьютеру, сказать, сделай так-то и так-то, и потом уже обсудить этот момент на свете директоров. Смешно вынести что-то, что компьютер сказал, кроме четко обоснованных каких-то цифр, кипя и так далее. А сейчас за счет того, что железо дешевеет, железо быстрее и новые алгоритмы появляются, которые ученые по всему миру пытаются в гонке США против Китая и так далее новые алгоритмы изобрести. Соответственно, есть возможность те задачи, которые были возможны для решения только человеком, решить на уровне искусственного интеллекта. Чтобы конкретно говорить, скажем, какие-то вопросы по здравому смыслу, когда ты пытаешься задать какому-то чат-боту, как это было лет 7 назад, допустим, ты ему задаешь, он какую-то чепху тебе ответ пишет, как правило, если глубже копнуть. Сейчас по факту многие задачи со здравым смыслом, где нужно понять, какая причина, какое следствие, и на основе данных сказать, что будет лучше, они намного лучше решаются за счет искусственного интеллекта. Конкретных продуктов сейчас много. Понятно, что все слышали там чат GPT и так далее. Это только кусочек от всей этой большой революции, которая сейчас происходит по всему миру. Если рассмотреть динамику развития, если в 2020 году становятся доступны инструменты управления проектами на базе искусственного интеллекта, в 2023-м инструменты управления проектами на основе искусственного интеллекта получают уже широкое распространение. Мы это видим в разных продуктах. Конечно, больше всего западные, но видно, скажем, последние успехи и у Яндекса, и у Сбербанка. Это, понятное дело, в других странах, вроде Китая, у них свои независимые разработки. И, собственно, здесь динамика связана с тем, что, опять же, железо быстрее и дешевле, новые алгоритмы и так далее. То есть, поскольку люди еще обмениваются информацией достаточно быстро в современном мире через интернет, и научные исследования в этой области тоже происходят очень быстро. Ну и как по динамике мы можем предсказать, в 2004-м уже инструменты управления проектами с искусственным интеллектом, уже, можно сказать, приходят к отраслевому стандарту. Грубо говоря, где-то в формате просто подсказок в инструментах, где-то в этом формате реально серьезной помощи для менеджеров, которые управляют проектами. И 25-й инструмент управления проектами на основе искусственного интеллекта используется в активизации процессов. Ну, я тут не буду вдаваться в большие подробности, но в целом понятно, все больше и больше процессов можно автоматизировать, тогда как лет 10 назад еще оказалось это фантастикой. Использование для продаж. Автоматизация продаж с помощью искусственного интеллекта. Самые яркие такие точки – захват потенциальных клиентов и сегментация клиентов. Что касается захвата, это умные чат-боты, лидозахватчики и так далее, которые внедряются на ваши сайты. Разные формы. Интеграция с рекламными компаниями, где вы выбираете, кто должен быть вашим клиентом и легко находите, достаточно дешево привлекаете нового лида в бизнес. Сегментация клиентов – это, скажем так, у вас, если есть большое количество данных, которые вы собираете, где-то в CRM по клиентам, где-то в системе электронной коммерции, у вас продажи, допустим, вы можете по тем данным, которые уже у вас есть, много косвенных дополнительных данных еще извлечь. Еще лет 10 назад были случаи, когда подавали в суд какие-то компании, ну, скажем, там, отец девушки сначала начал ругаться, потом уже забил на эту историю. Когда реклама пришла для беременных, да, скажем, для девушки, отец ее возмутился, а потом оказалось, что компания предсказала по ее действиям, по ее покупкам, что для нее эта реклама подходит. И, ну, отцу было и ругаться, собственно, не о чем. Сейчас даже были ситуации, когда вот эта вот таргетированная реклама, она как-то посылалась в формате более завуалированном, чтобы не было у людей чувства, что за ними следят. Ну, тут уже никуда не деться, автоматически сегментируются по разным маркингам, сегменты раскидываются все люди через разные инструменты, где-то вы случайно галочку оставили нажатой, что да, я хочу отправлять там данные и так далее. Одна система общается с другой системой, эти базы данных в итоге собираются, и как бы ты от всего не отказался, все равно где-то ты записан. Анализ клиентов с помощью собственного интеллекта, собственно, это получение информации о поведении и предпочтении клиентов. Это смежная область. Мы можем увидеть по части данных цельный профиль клиента, догадаться о том, какой тип клиента, тип поведения, и, соответственно, более таргетированно действовать в работе с ним. Что-то более удобное обслуживание, предложение подклеящих ему продуктов и прочее. Ну и, соответственно, процессы продаж можно оптимизировать, получить цены информации о клиентах, оптимизировать свои стратегии прогнозирования продаж. Перейдем к таким более конкретным кейсам, которые у нас в практике были. Кейс использования искусственного интеллекта для повышения уровня обслуживания клиентов. И, по примеру, американская корпорация, City Group, City инвестиционная группа, у них кейс – это обработка больших данных в EFIX и Commodities. Ну, собственно, это подразделение, связанное с инвестициями, инвестициями в том числе в активы формата Commodities, вплоть до зерна и так далее. И EFIX – это, ну, собственно, то, что касается портфелей их клиентов с валютными парами. И справа мы видим на презентации у нас кейс для компаний Апты в Connected Services. Они тоже большей частью западные. У них США, Канада, в Польше у них есть, ну, в общем, по всему миру. Что себя этот Аптив представляет? Потому что, простите, мы еще, ну, у нас слуху. Аптив – достаточно крупная компания, но в России не так они наслышаны. Аптив Connected Services – у нас внедрение системы проективной аналитики. Соответственно, система, что это значит? Мы собираем кучу данных со всех автомобилей, которые у них в их, у их дочерних клиентов, там, у какой-нибудь Пепсиковой в автопарках, собираются данные про температуру движка, там, пристегнулся, не пристегнулся, там, миллион данных каких-то загружается в облако. И дальше мы можем предсказать, что происходит, и как в автопарке, и что надо делать. Такие вещи, как сократить количество поломок за счет того, что мы заранее знаем, где, что и когда произойдет. Сокращаем расход топлива для автопарков, повышаем безопасность. У Toyota аналогичный кейс. Toyota не относится к конкретно Аптиву, а у них независимо по США такой же запрос возник, поэтому они здесь приведены. Сейчас подробнее про это расскажу. Собственно, то, что касается Аптив. Аптив Connected Services у нас, что из себя представляет. Они внедряют системы сбора данных в автомобиле, позволяют, ну, есть их автомобили, которые они там со всеми своими встроенными модулями электромобилей делают, там, в том числе у них самоездящие есть, но которые обкатываются в определенных штатах. И подключают к обычным автомобилям в автопарках тоже сбор данных. На шине машина, допустим, собирает все данные, которые проходят по температуре, по всем датчикам и так далее. Все это собирает в облако. Дальше, когда, ну, скажем, вот такие компании, которые автопарки через Аптив, ну, через Аптив, провалившими автопарками, у них проблемы с ростом автомобильных поломок, допустим, расходы, эффективная реакция клиентов, соответственно. Здесь у нас есть облачное решение, которое собирает эти все данные. Так, чтобы попроще было, да, у нас выгружается в облако на какие-то сервера в интернете куча данных со всех машин. Это все анализируется, искусственный интеллект проходится по всем и, соответственно, сокращаются расходы в управлении автопарками, безопасность повышается, удовлетворенность клиентов. Ну и, соответственно, за счет такого классного кейса они выходят на новые рынки, подписывают контракты с новыми клиентами, добавляют новые автопарки в свой профиль, в своем портфолио. То, что касается кейса по Citigroup, здесь у нас обработка антистических данных в рамках Fixed Commodities. Да, попроще. Тут есть куча разных сложных инструментов финансовых, когда ими торгуют, ну, обычно в банках, да, это, может быть, варианты на коленке, как-то мне посчитали, в Excel все записано, как-то пытаются люди считать, там где-то тормозить, у них не могут быстро принять решение. И вот такие быстрые системы, как внедряли в сети банки. Причем Citigroup писал не только для себя эти системы, да, но и внедрялись вот эти впоследствии вещи, которые мы для них делали, например, как вэтлэйбл в другие банки. Конкретно в деньгах это очень даже явно выражается за счет того, что очень быстро можно посчитать какие-то данные, принять решение вовремя, согласоваться со всеми, кто в цепочке принимает решение и пробитие опциона, например, зафиксировать и какие-то другие моменты. В периоды, когда что-то происходит, какие-то пиковые политические события и так далее, банк выигрывает за счет на рынке, по сравнению с своими конкурентами, реально за один день миллиарды долларов. Практически реальный кейс. То есть если сравнить Citi и Deutsche Bank, например, в каких-то случаях за счет того, что они это не применяют, они попадают на какие-то штрафы из-за того, что они правильные действия совершают и попадают на штрафы размерами опять же миллиарды. А если они применяют этот подход более эффективный, зарабатывают соответствующие суммы из кейсов конкретных 5 миллиардов долларов и так далее. Чуть подробнее, если копнуть, у нас обработка больших данных, загружаются все портфели клиентов, вся динамика рынка, внутри на серверах числомолка считает очень сложные какие-то с государственным интеллектом, обрабатывает данные, показывает, как шокируется рынок, показывает разные отчеты, показывает результаты анализа. я не буду вдаваться в подробности, там всякие очень сложные математические формулы, там это все внедрялось вместе с учеными на стороне сети групп, ученые в плане там со степенями кванты сидят, люди, которые считают какие-то вещи, формулы, придумывают и так далее. Соответственно, за счет того, что внедрили в сети технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, автоматизировали сбор и анализ данных, алгоритмы нашей компании, в том числе, другие подрядчики участвовали в этом, для управления инвестиционными портфелями, внедрили систему, которая определяет в момент, когда рынок демонстрирует необычное поведение и как результат, благодаря внедрению технологии, сети значительно сократила время на согласование решений с учетом большого массива данных и кроме того, благодаря системе автоматического определения аномалий, сети смог предотвратить многие потенциальные риски и бречь своих клиентов от множеных убытков. Ну, возможно, тут кейс такой, не все понятно, там какие названия, деривативы, опционы и так далее. Если будут вопросы, мы разберем. Ну, и если у кого-то прям такой яркий, назревший вопрос сейчас, можете прям задавать, не ожидая вопросов в ответ. Так, ну и... Есть вопрос? Да-да-да, конечно. Нет, про опцион, конечно, вопрос. Вот у нас обязаны детские головные уборы. Искусственные институты, где можно проанализировать Marketplace и найти несколько фотографий топа продаж, например? Да. Смотри, если прямо к технологии погружаться, как это делается, берется парсинг базы, собирается через... Ну, там, напрямую из базы данных от сервера или с клиентских вот этих вот страниц, например, да, какого-то Marketplace. Собирается большие данные, загружается много всяких картинок, текстов и так далее, так далее, все в какую-то общую базу. Дальше проводится анализ и если это просто статистика топовые продукты, это легко сразу вывести без нейронных сетей. Если там какой-то более сложный, то это все прорабатывается еще там через нейронные сети и дальше на выходе у тебя результат. Ты можешь это сделать один раз, а можешь подключить автоматический сбор и постоянно подсказывать, у тебя будет дэшборд, показывать картинку тебе, что в приоритете, что самое важное. Соответственно, принимать решение уже, что, куда выходить, что проводится спросом и так далее. Ну и крупные игроки, конечно, это уже применяют, но поскольку сейчас это дешевле делать, не надо миллион, ну там, миллиард вкладывать в какой-то там суперсервер, можно это сделать достаточно просто. Это можно делать любая компания фактически сейчас. Ну там разного уровня. Так, еще есть какие-то вопросы? Так, тогда следующий пункт. Специально хотел для, ну, помочь, ну, сейчас для нас самая главная ценность дать. И мы предлагаем для тех, кто в клубе, для друзей клуба бесплатную диагностику перспектив внедрения искусственного интеллекта в бизнесе провести, помочь больше зарабатывать, меньше тратить, соответственно. Разобрать процессы, определить эффективные зоны оптимизации по каждому управлению, возможности для выхода на новые рынки. Ну и перспективный план как это разработать, поддерживать решение и так далее. Соответственно, у нас тут задача вообще не заработать, там как-то продать какую-то услугу и так далее. Мы хотим, у нас такая миссия в целом развить это направление, внедрить эти технологии для того, чтобы конечный потребитель получал больше ценностей, для того, чтобы бизнесы по всему миру развивались, ну и в первую очередь, конечно, у нас. И соответственно, буду рад, если нужно будет созвониться лично, какие-то вещи по совету подсказать. Ну и если какой-то сложный кейс, наши ребята из команды, из компании помогут разобрать по косточкам и, соответственно, для тех, кто в клубе, бесплатно сделаем полный разбор. Так, у нас сейчас по плану вопрос-ответы. Поэтому кто хочет задать вопрос, можете сразу задавать, поднимать виртуальную руку и так далее. Спасибо. Так, у кого-нибудь есть вопросы? Анатолий, может быть? Да, у меня тут пришло какое-то понимание. Я так понимаю, вовсе любой интеллект начинается с грамотного анализа данных, чтобы понимать, куда выходить. Я сейчас пришел к выводу, что мне нужно по определенным критериям отсортировать, но не отсортировать, а просто некий анализ, напряженный с Яндекс. запросам по компании издан два гид, То есть нужно написать этого робота, я так понимаю. Ваша компания занимает футбитацию по поводу этой услуги, да, и футбитацию этого братья. Я так правильно понимаю. У меня выборка для менеджера, соответственно, по критерию будет, он начнет делать более эффективно, потому что он вот в этом ключе стелен. Так я понимаю? Да, в первую очередь с пустоты мы анализ не проводим, если с пустотным интеллекту нужно что-то на входе. Чтобы он правильный ответ давал, нужно давать ему информацию. Соответственно, самое эффективное это собрать побольше правильной информации. На самом деле сейчас вот ключевой момент, что по счету этих умных алгоритмов не обязательно, чтобы вся информация была правильная. Можно собрать кучу разной информации, выявить тренды уже в зависимости между этим, выявить автоматически, что из этого более приоритетно для заданной цели. Ну и соответственно после этого уже менеджеры могут принимать решение, можно более эффективно строить бизнес. Так, кто-то может быть еще хочет вопрос задать. Расул, Александр, Ксения. Тимофей, вот я понимаю, конечно, эти нейронные сети, и вообще с чего начать, первые мои шаги туда, как обратиться. К вам можно к тебе? Можно к нам, если без привязки к нам, допустим, как это вообще происходит, важно понять, рассмотреть кейсы, как это бывает у других конкурентов и так далее, и попробовать какие-то из этих идей сгенерить, что вам может ценность дать в бизнесе. И примитивно к этому уже пообщаться с экспертами, скажем, разработчики, машинобучение, так сказать, что просто берешь любого программиста и он тебе подскажет, сложно, потому что не все глубоко подгружаются в эти технологии, кто-то в своей узкой нише делает, не знаком с тем, как нейронные сети будут работать и так далее. Поэтому лучше всего, конечно, привлекать экспертов, которые уже на этом рынке работают. Но в целом все начинается с того, чтобы понять, проанализировать, какие вообще для компании будут самыми действительными решения. Тут даже, что интересно, можно на первом же этапе применять искусственный интеллект. Грубо говоря, если дать ему информацию про компанию достаточно подробную, и прогнать через правильную модель, не просто любой случайный чатбот, а через правильную модель прогнать и задать вопрос о том, какие самые действительные будут решения, он уже нагенерит много идей, которые действительно будут полезны. Если случайный чатбот скажет, если правильная модель используется правильный алгоритм, то он выдаст по пунктам такие-то вещи будут приоритетны. И они будут с обоснованием не просто случайный какой-то сгенерированный текст. Ну и лучше, конечно, эксперты, да, но эксперты сейчас во всех областях начинают задействовать в своей работе, поэтому эксперт плюс искусственный интеллект помогут решить, как лучше всего внедрить искусственный интеллект. Вот, например, фабрика вязаного трикотажа, будь ты на моем месте, что бы ты первое, второе сделал? Тут надо посмотреть динамику продаж, какие рынки, куда и как. Это все выгрузить как какой-то формат данных, там структурированный, не структурированный, просто может текстом. И посмотреть разные, ну, скажем так, стратегии, ну, с искусственным интеллектом вместе, стратегии, что можно изменить, чтобы увеличить доход, уменьшить затраты. Это может быть выход на новые рынки, может быть новые какие-то продукты, какие-то другие технологии, формат, там, что-то скопировать правильно у конкурентов и так далее. И если, ну, применительно к тому, чтобы правильно продукт, например, выпустить, опять же, вот анализ трендов на marketplace, он может тоже помочь. Это, например, сбор данных по тому, какие есть разные продукты на рынке, да, там, marketplace, а какие у них статистика. Искусственный интеллект, нейронные сети, они прогоняют это, выдают статистику, там, связь между какими-то, ну, скажем, вот как здесь вот на картинке, здесь облако тегов каких-то, да, просто куча текста. Такая же, может быть, да, каждый товар может писаться через кучу таких же тегов. Например, шапка, она розовая, она в такую-то рюшечку там и так далее. Эти все моменты, они могут извлекаться из самого текста, они могут извлекаться из картинок, если правильно нейроны подключить. То есть картинку, в смысле, он анализирует, видит, так, там такие-то формы, такое-то и начинает, так, она цвета розового, она такие-то, такие-то особенности у нее, какой-то такой стиль и так далее. Это все тоже выгружается, как какой-то внутренний текст в базу данных. И от этого уже можно сформировать новые какие-то продукты, которых нет на маркетплейсинг, которые будут пользоваться еще большим спросом, потому что, ну, все тренды говорят о том, что вот это сейчас модуль идет, там, не знаю, или вот это вот очень хотят, или это очень полезно. Например, это очень полезно для вот этого сегмента, для этих мамочек, там, например, кого-то, для кого-то, потому что, ну, целое обоснование можно выстроить, если правильно настроить эту систему. Ну, естественно, это несколько разных там нейронных сеток, несколько разных просто, ну, скажем, интегрированная CRM-система какой-то, может быть, просто своя какая-то вот, ну, как софт, где ты кнопку нажал, она загрузила данные от конкурентов, показала, что делать дальше. Мне понравилась эта история, где дашборд, и он, допустим, не каждый день, можно раз, два-три дня собирать нужные мне вот эти пользователи и обновляет их. Отлично. Да, да. Да, соответственно, можно постоянно выгружать эти данные, анализировать, и, ну, достаточно, ну, такие вещи делать, которые я раньше никак не сделал бы, не в ручном режиме, и компьютер бы тоже не помог особо, потому что мы сейчас все не хватало. Сейчас всего хватает. Получается, твоя команда поможет мне вот это все выявить и настроить, или это другая? Да, мы, ну, в этом профиле помогаем делать, ну, такие вещи. Как правило, мы с крупными компаниями работаем, большие там чеки и так далее, но у нас задача не заработать, а помочь там продвинуть бизнесы, поэтому мы, ну, близко к себе стоимость считаем, грубо говоря, там, смотрим, что там, какие разработчики, куда и как это все делается. Я сейчас думаю, ты заказывай. Да. Я включил это. Вот, например, у меня пишутся звонки. У меня АДФ, АДС, как у многих, я думаю, да. Есть там менеджер, который делает холодные звонки. Я могу как-то запись побеждить, даже не в России, да, и понять, какие слова являются там. Ну, такими хорошими, побуждающими в успешной встрече, там, да, соответственно, сделки. А какие слова являлись, наоборот, или выражением, да, являлись тем, что, тем фактором, который прекратил общение с клиентом. Потом, я думаю, гляди, вот твои вот сильные стороны, гляди, вот ты вот эту фразу произносишь, клиент тает. Да, а если вот эту, ты, скорее всего, потеряешь. Положите ему на стол, и он, соответственно, станет сильнее. Так я понимаю? Да, да. Что для этого надо? Доступ в мой АДС? Смотри, доступ в АДС с самими голосовыми файлами и так далее, чтобы это можно было проанализировать. Дальше мы, допустим, делаем систему, которая выгружает, анализ делает, превращает в какой-то текст структурированный. Там, может быть, даже сейчас уже выявлять даже эмоции можно. Ну, как бы это сложнее, чем назад. И дальше это анализирует, прогоняет, выявляет, что было ключевым, что было важным в этом диалоге, что привело к плохому, хорошему результату. И то есть это все можно делать? Да, да. На основе этого всего еще говорит менеджер, соответственно, что-то сделал правильно, неправильно, какие свильные стороны и так далее. Сейчас, если раньше, допустим, лет пять назад даже, можно было сказать, фантастика какая-то из фильма, там, книжки, сейчас это вот прям практика, можно брать и применять. Да, причем это можно хоть на следующий момент начать. Сейчас, и причем это стоит достаточно дешево, все алгоритмы, нейронки и так далее, вообще копейки надо, чтобы проанализировать. Копейки это сколько? Ну, разработка побольше, да. Ну, например, вот этот алгоритм, вот этот алгоритм, который я писал, который, в принципе, может завтра начать работать. Ну, я сейчас отлично цифры не скажу, давай посмотрим, посчитаем, но могу сказать точно, что очень дешево по сравнению с тем, что там лет десять назад пытались делать там за какие-то бешеные деньги, сейчас вообще берешь и делаешь, там трудозатрат не так много, и вот эти какие-то нейронки, которые там на серверах где-то крутятся, они, ну, железо не такое дорогое нужно уже по текущему рынку. дешево обходятся. Можем конкретно прям взять посчитать по твоей водной, ну, давай там созвонимся, детали какие-то пропишем и прям посчитаемся. Так, еще какие-то, может быть, вопросы, пожелания? Ну, я вижу всех впечатлило, так скажем, да, там возможность перспективы искусственного интеллекта, и действительно сейчас все будет меняться, конкуренты все будут меняться, кто не успеет, тот опоздает, да, сейчас, к сожалению, все динамично достаточно двигается. Ну, я думаю, что можно подвести итог, действительно, изменения большие. Так, пишут, да, вопрос у Алекс Цифровов. Так, вопрос, слушаю. Так, не вижу в списке камер. Ага, для продажи коттеджного поселка можно использовать, да? Да, можно, я тут, ну, могу сейчас пять вариантов, наверное, даже сказать, где и как для сбора лидов, да. Да, конечно, можно, тут нужно как-то конкретный бизнес смотреть, откуда какие лиды как собираются, да, там сайт, сайт, реклама какая и так далее, но применить это точно можно во всех этих плоскостях. Надо смотреть конкретный пример и, ну, соответственно, прописать, как это будет применяться. Прям, ну, зависит только от конкретики, там, что продается, в каком районе и так далее. Можно анализировать, какой спрос, можно правильно таргетировать, собирать лидов, можно, ну, просто, на самом деле, применение вариантов масса, надо найти самый эффективный. И прямо внедрить в компанию. Что только планируется? Так, если только планируется маркетинг-план. Ну, на этапе планирования тоже все нейронки и так далее, они могут активно применяться. Мы загружаем данные по трендам на рынке, загружаем данные по всей ситуации, информации дополнительной про компанию, про, ну, все-все вместе загружаем, скажем, да, основную картинку. И через алгоритм, когда прогоняем, можем получить результат вплоть до наброска маркетингового плана, который человеку доработать надо, вплоть до каких-то расчетов, куда и как, что более эффективным будет. Причем, опять же, железо дешевое, быстрое, можно миллион стратегий просчитать разных и выдать человеку. Вот эта стратегия сработает лучше всего, там, потому-потому и все обоснование, все прописать. Поэтому во всем этом можно применить. Можно прям конкретно разобрать и посчитать, как это происходит. Сейчас, ну, совершенно ценный результат. В выхлопливом случае получается намного-намного больше, чем затрат на то, что ты внедрить. Так, можно примеры ваших кейсов и, так, и сайт ваш. Наш сайт я сейчас напишу в чат. Так, и там же примеры кейсов можно увидеть. Там подробнее могу еще что-то рассказать. Там, ну, примеры были, как мы выделяли для Аптив, например. Ну, на сайте достаточно подробно все написано. Там примеры, где мобильная разработка, где облачная, где искусственный интеллект, там машинное обучение и так далее. Так, я думаю, в целом основные пункты мы разобрали. Будем подводить итог и завершать. Всем большое спасибо, кто провел интерес. Я знаю, что наше сообщество, ну, все включают самых сильных, самых крутых предпринимателей. И, ну, явно именно наше сообщество будет на острие вот этих всех новых трендов и будет внедрять, захватывать все рынки. И, ну, если сравнить с конкурентами, конечно же, у нас все будет самое-самое-самое. Так что давайте на этой хорошей ноте завершаем. Спасибо всем. Спасибо, Тимофей, что делишься. Понятное дело, что мы не совсем понимаем, что с этим делать. Но, я думаю, с твоей помощью мы здесь и разберемся. Да-да. Поможем всем, разберемся. Спасибо. Спасибо, Зайфир. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.